Для меня сегодняшний мой гость это какой-то феноменальный человек, потому что он удивительным образом совмещает внешность и манеры ну такого реального пацана и при этом, когда он начинает делать то, чем он занимается, он превращается в какого-то демиурга, полубога, какого-то виртуоза. Это, честное слово, я Маруся Загорска. Что на обед у Путина и патриарха Кирилла мы сегодня не узнаем, потому что это засекреченная информация. А вот про еду, вино и бороду поговорим с Мишей Хмелининым. Меня выгнали со школы, все куда-то пошли. Я пошел на какого-то станочника широкого профиля. Я там проучился два года, я не знал даже, где включается станок просто. У меня товарищ такой говорит, я поступил в техникум общественного питания и представляешь, я один и там 30 девочек. И мы летом едем на море на практику. Я говорю, все, я с тобой. Чему ты там научился? Попали на первое место в TripAdvisor и там вообще бум. У кухни с ограниченным ресурсом, когда гости идут, без конца там биток народу и потом упали на десятое. Вот лучше так. У меня постоянно эти какие-то стройки, безумные какие-то проекты. И сейчас мы открываем ресторан среда. Вот есть объективное вкусно и объективное невкусно. Я очень много денег трачу на еду. В хороших ресторанах понимаешь какие-то такие вещи, которые там, ну, понимаешь вообще, на чем стоит тебе работать и как люди совмещают какие-то классные там идеи в одной тарелке. Вот кейтеринг это моя, наверное, болезнь, которая не лечится. То есть ты сделал коллаборацию с Dior? Я победил, сделал дегустацию, все сказали ок, норм. Как вкусно пожарить картошку. Вообще, это как секс. Вот поверь мне. Миш, привет. Привет. Хотели тебя позвать на пару недель пораньше, но ты не мог, потому что был в Москве. Вот ты сейчас где? Ну, пока здесь с тобой, вот. Ну, приехал сюда, окунулся опять в эту атмосферу. Я безумно люблю этот город, особенно людей. Самое главное достояние того города, это люди. Ну, а живешь ты сейчас в Москве. Живешь в Москве, ты и семью туда перевез? Да, да, да. Расскажи, что ты делаешь в Москве. Первый проект у нас не пошел, я его закрыл. Вот. Потом мы с партнером открыли Сайт Селман, это святой лосось. То есть сделали небольшой аэробрендик такой. У нас получился такой корнер с грилем, с хорошей едой. Вот. Затем, то есть, мне же скучно чем-то одним заниматься. Вот. И кейтеринг, это моя, наверное, болезнь, которая не лечится. Вот. Ну, и сами сделали очень такие крутые проекты и в Кремле, и с, там, со знаменитыми персонажами, там, на Рублевке организовали мероприятие, вот. Расскажи-ка, как можно пролезть на Рублевку? Ну, надо пробовать. Если ты здесь живешь, ты замыливается, у тебя глаз. На самом деле, все достаточно просто. Если ты профессионал, если ты реально делаешь какие-то крутые вещи, ты можешь хоть где их сделать, поэтому нет каких-то границ. Вот у нас, ну, коротко расскажу просто, как тогда там все получилось. И там был тендер, запрос на организацию дома Диор. Вот. Участвовали в этом пять известных московских кейтерингов, рестораторов. Вот. В полуфинал три вышли. Ну, и в финале, как бы, я победил, там, сделал дегустацию. Ну, и все сказали, ок, норм. Вот. Приехали французы, попробовали. И так, в общем-то, и я попал туда. То есть, ты сделал коллаборацию с Диор? Ну, там были много партнеров. Было 30 персон, и мы делали очень крутые вещи. Там было пять курсов по даче, французской еды, устричный бар, ну, всего много интересного. Вот, поэтому. Ты когда уезжал в Москву, ты туда ехал с деньгами, чтобы что-то запустить, или ты ехал туда за деньгами? Я ехал с деньгами, которые я очень быстро промотал. Они там вообще с огромной скоростью закончились. Но когда я начал открывать второй проект, я уже понимал, там, где оптимизировать на ремонте, где там с поставщиками, как нужно разговаривать, какие продукты нужны. Я уже там потратил намного меньше, и все было оптимизировано уже. Первый раз я просто там сделал ремонт непонятный, там, кабеля какие-то тянули супердорогие, там, просто попадал на элементарных вещах. Ну, это такое дорогое образование, которое надо было пройти, и самое главное, что у меня не было паники, там, не было стресса, что ты там потерял их, там, ааа, там, что делать, как дальше? Да, нормально. С ними надо легко расставаться, не надо там, главное здоровье, и что у тебя в голове, то и вообще, на самом деле, ты должен свою картинку иметь мира, и что бы там ни случилось, все это пройдет. Вот. Вообще, надо относиться легко к жизни. Слушай, а выгорание есть у тебя? Есть, конечно, конечно. И как оно выражается в твоем случае, что ты начинаешь есть яичницу, лежать на диване? Нет, нет, я там, выгорание, это просто иногда так все достает, я, да куда, ну, я жутко скучал по Алтаю, дико просто смотрел, как там летом было круто, все, жара была в Москве, дождь лил, июль такой был. Жесткий, просто без конца дождь, как будто ты в Лондоне находишься, и я так, я прям выгорал, вот в июле у меня там как раз проект тут запускался, я так хотел сюда приехать, а ну, не получалось. И выгорание начинает, да, в какой-то момент ты перестаешь, допустим, нужна перезагрузка, надо, короче, получить щелчок. Ну, как это обычно происходит, когда ты начинаешь плохо работать, и типа ты такой вот тут царь, ну, такого не должно быть у повара, ты должен всегда быть приземленный. Тебе сегодня плохо, ну, что я делаю, я обычно, что я делаю, я могу поплавать в бассейн сходить, могу вина попить. Я думала, ты скажешь, я могу поплакать. Не, плакать я не нытик, я реально, я понимаю, что бы там ни случилось, я прям, ну, что ныть-то, у меня же все есть, руки, ноги, голова, что ныть. Когда, когда тебя не будет, тогда можно плакать, а так, ну, я говорю, что в этом отношении зачем, надо кайфовать от того, потому что в каждом удается всегда какие-то такие возможности. Ты один из первых здесь на Алтае объявил о том, что меню вот такое вот, в котором пицца, роллы, борщ и том-ям, это не классно, это вчерашний день. Попса такая. И что нужно обращаться к локальным продуктам, что локальная кухня, это... Ну, как ни странно, в Москве вот этого тренда он уже прошел. А что сейчас в Москве, что нас ждет? Ну, там бум морепродуктов, потому что сейчас москвичи вообще все подсели на морепродукты, морские ежи, гребешки, устрицы, там разные морские гады, много ресторанов открывается именно с концепцией, рыбной концепцией. Мясо стали есть меньше, рыбы больше. Вот, ну, то есть такие много зожников, которые там авокадо, кабачки, там трава и так далее. Вот, даже мужчины подвергаются этому тренду. Ну, в основном, ну, наверное, почему этот тренд прошел, потому что, ну, все устали, наверное, из морковки, там, из облепихи и там других продуктов что-то творит. То есть приходят же новые продукты и как понимание культуры у людей вообще растет и география путешествий тоже растет. Все хотят что-то новое попробовать. Вот где ты узнаешь, как это все классно можно приготовить? Я очень много денег трачу на еду. То есть я прям безумно, не просто на еду, там, полный холодильник. У меня на самом деле пустой холодильник. Я больше всего питаюсь вне дома, в разных местах, особенно в Москве. То есть я как бы там все модные места, там, рестораны, которые открываются, иду туда намеренно, там, пробую, а потом уже понимаю, где ты как и на каком уровне. То есть и это не на курсы, где ты там режешь, строгаешь, жаришь, паришь, а ты в хороших ресторанах понимаешь какие-то такие вещи, которые, там, ну, понимаешь вообще на чем стоит тебе работать и как люди совмещают какие-то классные, там, идеи в одной тарелке. Вот, и сейчас вообще тренд за простоту. Ушли все от этих, там, всяких пенок молекулярных. Все просто, на самом деле. Продукт должен быть идеального качества. И в этом и заключается главный тренд и ценность вообще. Что ты сейчас делать будешь для нас? Хоть ты уехал, но... Да, я на самом деле здесь пока, и я сейчас работаю, опять же, на новом проектах. У меня постоянно эти какие-то стройки безумные какие-то проекты, и сейчас мы открываем тут ресторан «Среда». Вот он строится уже, должен открыться, пока не знаю, там, прогнозов нет, там, неделя, две, три, но он откроется. Ну, это будет уже такой, наверное, взрослый ресторан. У меня был горсуп, вот, такое баловство было, такое, ну, просто обычная еда, там, за недорогие деньги. Сейчас то же самое, я не хочу, там, лупить цены, это будет нормальное место, где можно потратить небольшие деньги, и выпить хорошего вина, и, там, поесть хорошую еду, там, это такая повседневная будет. Почему среда? Это не день недели, это среда обитания, среда, где ты можешь себя чувствовать комфортно в этой среде, среди, там, еды, среди хорошего интерьера, продуманного, вот. И там будет тоже кулинарная студия, потому что без нее никак, она прошло восемь лет, и она до сих пор пользуется популярностью. Этот проект ты запускаешь на свои деньги, или это какие-то кредитные? Да, абсолютно, на свои, вот, я уже, там, вышел за лимит того, что я потратил, но я просто сейчас понимаю, что я здесь не хочу ни на чем экономить, лучше его докрутить, чем. Я не знаю, на самом деле, как там, там, у меня просто повезло, опять же, с дизайнером, повезло, со строителями, повезло, там, с какими-то такими вещами, там, там, с теми людьми, с собственниками, которые я взял в аренду, то есть, ну, поэтому не знаю, конечно, как дальше все выйдется, ну, это я делаю просто, а там ничего не загадывая, как там будет, и... Ну, все равно же математика какая-то есть. Да, конечно, есть. Ну, хотя бы можешь порядок цифр назвать, вот, сколько стоит в Барнауле, в нашем городе, запустить нормальный классный ресторан, и какой прогноз, какой прогноз возврата? Ты на сколько, какую ставочку делаешь, через сколько летов? Я не делаю ставку, потому что... Ну, все равно же должен быть какой-то просчет. Да, нет, у меня, понимаешь, у меня, у меня там, я не, прям, не буду зависеть лично от ресторана, потому что есть студия, есть скейтеринг, и там, когда это все в совокупности, в любом случае я что-то заработаю. Я там, вот вся, к черту вся математика, плевать на все эти цифры. Пусть там кто-то может скажет, как так, да? На самом деле, я просто, это там, 4 или 5 проектов, которые я понимаю, что уже... Нет, надо иметь математики, надо понимать просто, сколько ты затратил, сколько ты вернул, там, это безусловно, но иногда же эти прогнозы не сбываются. Обычно, когда человек начинает масштабировать какие-то проекты, ну, он уходит в управление всеми этими штуками, а как бы готовка, это все-таки, ну, немножко, наверное, как что-то другое. Да, вот вообще такой четкий вопрос. Я сам понимаю, если я этим не буду заниматься, не буду стоять у сковородки и там, у плиты, то, ну, я потеряю, наверное, вкус к продуктам, к жизни. Мне просто, я просто кайфую от этого. Я когда уезжал в Москву, думаю, было бы круто в Кремле бы замутить там, какое-нибудь там мероприятие. Я думаю, а почему бы и нет? Золотой граммофон. Ну, да, и тут раз, и все как-то так складывается. Ты только подумал об этом, а это хоп и возникает. Вот тут не парадокс ли это? Слушай, а ты как себя ведешь на кухне? Вот я просто смотрю и влию. Не смотри эти передачи, вообще не смотри. Я просто думаю, боже мой, как же люди работают на кухне. Приходит человек, все время орет, матерится, называет всех идиотами, бросается в них едой, ножами. Никто не будет работать в такой атмосфере, никто, ни один повар. Надо каждому человеку там найти ключик, проявлять. У каждого человека есть свое КПД. И вот надо это просто разглядеть. То есть, как бы, есть разные люди, надо их просто правильно поставить на правильные позиции. Вот, и это люди, которые работают в своем бизнесе, создают атмосферу. Нельзя никогда орать, нельзя там, я могу там иногда там, да, заматериться, но не без этого. Но это очень редко бывает. Зачем кричать? Надо просто объяснить человеку, в чем он не прав. А как, как тогда мотивировать? Ну, все-таки он... Деньгами? Конечно, а как? Атмосфера, где ты работаешь. У человека, ну, никто же не будет работать там за копейки. Ты, если в достойном... У каждого человека есть своя цена, там, допустим, профессионалы, опять же, да. И тут пришел там человек, там, допустим, без образования, но он стал крутым каким-то там поваром. Да, это круто. Он же захотел этого, он добился, и вот. Слышала от людей, которые здесь запускают проекты, что вообще очень сложно работать удаленно, потому что начинается недостача, пропажа чего-нибудь. Вот как ты с этим справляешься, и что, какой у тебя план вот именно? Ну, тут простой рецепт, Марусь. Тут очень простой рецепт, потому что я работаю с теми людьми, которым я доверяю. Если я не доверяю человеку внутренне, я не возьму его на работу, потому что там, допустим, да, у меня там и пропадали миксеры, и ножи там, и просто я этих людей быстро вычислял, вот. И в Москве там, по сути, как бы работает проект, и там, по сути, ну, там у людей немножко другая культура поведения вообще в ресторане. Они приходят уже в хороших местах поработали, там никто не будет там воровать там мясо в запазухе, выносить из ресторана. То есть это, сейчас прошло это время уже, и если бы кто-то захотел поесть, он съест это и заплатит за это по себестоимости. То, что ты делаешь, это феноменально, потому что, ну, более простого парня, чем Миша Хмелинин, представить сложно. Как это совмещается? Вот с чего ты начал? Я просто был, ну, если есть такое слово, но я его не буду говорить, я разгильдяй просто, ну, и может быть, даже по жизни. Потому что я, меня выгнали со школы, меня, короче, выгнали со школы, все куда-то пошли, я пошел на какого-то станочника широкого профиля. Я там проучился два года, я не знал даже, где включается станок просто. Ну, мне не нравилось вообще, чем я занимаюсь, думаю, как я вообще туда попал, туда, наверное, разгильдяя, брали, вот я туда попал. Вот после этого... А из школы за что выгнали? Да, за хулиганство, что-то, какие-то драки там, что-то, какой-то я такой был парень постоянно, у меня какие-то приключения были. После этого, когда это, ну, это такой период, наверное, был, когда все были разгильдяемы, там, период 90-х, тогда никто не думал о каком-то там успехе, там, достижениях, там было, как бы выжить в тот момент, вот. Потом, значит, а, я закончил, кстати, закончил с каким-то дипломом, не знаю, мне даже кто-то помог сделать... Втулку выпилить? Папа помог мне, там, что-то на заводе где-то, что-то, и я сдал, не помню как, мне сказали, вот, пожалуйста, все. Меня даже на практику не взяли на завод, потому что не надо тебя, ты там сломаешь все ЧПУ, уходи. Я говорю, все хорошо, ребят. Ну, я вышел такой оттуда, и понимаю, я не хочу быть станочником, работать на заводе не хочу, что я хочу, не понимаю. В такой период это было, это мне было 18-19 лет, вот. Вот, и тут у меня товарищ такой говорит, я, говорит, поступил в техникум общественного питания, и представляешь, я один, и там 30 девочек. И мы летом едем на море на практику, я говорю, все, я с тобой. Я, в общем, закончил с отличием, с красным дипломом, и потом раз, и что-то мне, мне прям реально понравилось готовить. Я понимаю, что мне... Я начал разбираться в продуктах, я начал кайфовать от того, что я делаю. В техникум какую базу дает? Вообще никакую, я просто этот диплом вышел так, и... Ну, а потом пришел, я, кстати... Ну, чего ты там научился? Вот, я не знаю, варить гречку, чтобы не слипалась лапша. Да, я это знал еще, я просто рос, я не ходил в садик, короче, я со школы сбегал, там, у меня родители все время работали, я дома что-то делал, готовил сам, потому что некому было готовить, никто меня не отводил за ручку в школу, никто меня не встречал дома. Вот, то, что там дома было, то и готовил. То есть, доходило до того, что я, там, вот эти кубики бульонные, там, с лапшой что-то, там, ну, какой-то эксперимент делал, вот, то есть, я не заморачивался. А потом просто начал в этом технике варить правильные борщи, рассольники, начал там что-то делать, там, какие-то салаты. Ну, это все было такое, условно, совковое. Там, и после этого, когда я попал, опять же, на практику в столовую, где, там, варят гречку, там... В ведре, да? В ведре, да, да, там, вот такой вот бачок, эта гречка не продалась, на следующий день гречневый суп, короче. Вот, вот, ну, я подумал, не-не-не, я так не хочу, и потом, слава богу, как-то, дело случая, я попал, я попал в пиццерию какую-то такую, вот, попал там, и начал тоже, опять же, работать, мне начали доверять, я начал, опять же, хорошо готовить, опять же, девчонки, опять же, там, было интересно, круто. Ну, и все, и потом это, вообще, вот это все меня не отпускало, я потом старался работать в самых хороших ресторанах. Как качественно перевернуть, вот, свое образование, где щи-борщи, а потом прийти в хороший ресторан и там начать понимать в хороших продуктах? Пытаешься кушать в ресторане, вне дома где-то, покупать нормальные продукты, это потребляет, вот, твое мышление, вообще, вся культура вообще из путешествий, вот, где-то больше всего бываешь, пробуешь разную кухню, оттуда уже у тебя понимают, какие-то пазлы начинают возникать. Я попробовал, там, авокадо, я даже не помню, когда я его попробовал, даже не помню, как понравилось оно или нет, но мне оно нравится реально, то есть, ну, я, как бы, все равно не считаю, что это какой-то супер гастрономичный продукт. Просто авокадо хорошо подстраивается под любой продукт, там, что с рыбой может дружить, что с овощами, там, что с крупами, киноа и так далее. Я, на самом деле, люблю простую еду, вот, там, да, картошку, борщ, там, щи, а люблю, допустим, ну, зачем я буду, там, допустим, если я куда-то поехал, там, не знаю, там, в Европу, я, конечно, буду местную еду пробовать, потому что понимать, как они вообще, что, что они чувствуют, когда, там, едят рульку, там, условно, или, там, какую-то крутую пиццу, там, ну, то есть, как бы, такая, Как ты, вот, учишься говорить на языке этой иностранной кухни? Просто я знаю, что ты делал меню для ресторана в Праге, да? До сих пор, три года этому проекту, четыре уже, по-моему, он на TripAdvisor, в топе, да, по-моему, в топ-3 лучших ресторанов в Праге, вот, что это был за проект, как ты вообще там оказался? Это вообще история такая, вообще с хорошим, с таким, с качественным, с таким анализом вообще своей жизни, и, там, того, насколько ты можешь, там, допустим, где-то за границей сделать интересно, и это будет пользоваться спросом. Да, вообще история, да, все, все, все просто же в нашей жизни, никаких таких заморочек не было, просто мне предложили, ребята сказали, что, вот, купили в собственности, там, помещение, и сказали, вот, они не рестораторы, но хотели сделать что-то крутое. Приехал, и мы ходили по рынкам, смотрели, какие там есть продукты, ходили по ресторанам, изучали, вообще пропитывались атмосферой. Мы не ходили в пивные с рульками, там, где, ааа, напился, там, к неглике наелся, все это трумбовал, хотя, там, пять тысяч ресторанов, и, наверное, четыре девятьсот, это пивная кухня, а сто из них такие гастрономичные места, где крутое моравское вино, где крутые моравские продукты, моравия, это типа Алтая нашего, где там они сыр делают, там, вот, и я просто понимал, что будет интересно, вот, я здесь делал мороженое из пива, но оно у меня вообще не получалось никак, оно просто отсекалось, а когда там, я его сделал, оно с первого раза получилось крутое, и оно до сих пор в меню, это такой инстаграмный десерт, где там все его заказывают, мороженое из темного пива, крушовец, капучино из гречки, с гречным попкорном, и что-то там, гречка в трех текстурах, как, там гречки нету, но ее возят с России, а там вообще очень сложная конкуренция, из пяти тысяч ты должен что-то сделать такое, где ни на кого ты не похож, вот, просто вот, у меня есть там свой какое-то там видение, почерк, но я думал, может быть, он будет ошибочный, может быть, что-то где-то как-то, я же не понимал, это же первый такой проект, который был серьезный, возложен на меня, и прошло время, и я, там полный ресторан гостей, там есть броня, когда попали на первое место в TripAdvisor, там вообще бум, кухня с ограниченным ресурсом, когда гости идут, без конца там биток народу, и потом упали на десятое, фу, вот лучше так, потому что, ну, невозможно быть, то есть всегда в таком, просто у поваров тоже заканчиваются силы, ресурсы, вот лучше там, то есть, как бы, всех же денег тоже не заработаешь, то есть, как бы, быть ответственным, там, на первом месте, это сложно, это броня, это там, постоянная работа с гостями, потому что там, по большому счету, одни иностранцы, вот, и вот так вот. Сколько стоит Миша Хмелинин для запуска вот такого проекта? Ну, то есть, они там тебя сколько? Да, на самом деле. Полгода оплатили твоей работой? Да, ты знаешь, я на самом деле, там, не какой-то там человек, который там ради денег, если это классный проект, я могу там, в принципе, там, всегда можно договориться, когда тебе комфортно, когда хорошо к тебе люди просто относятся, что я благодарен этим людям, потому что у нас с ними очень дружеские, хорошие отношения, они у меня стали друзьями, и там вопрос денег, это уже вообще, он даже, в принципе, для нас, мне просто самому комфортно туда приехать, посмотреть, что твое детище работает, что твое меню так же, как ты его сделал, оно работает, люди, которые его делают, они готовят хорошо, там, где-то какие-то корректировки, здесь уже такая дружеская история. Я верю, что такая история может быть в Праге, но Москва, мне кажется, это город денег. Это вообще, это такой город, что просто... Где все, все зарабатывают, 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 и я понимаю, что ты можешь быть таким человеком, который такой вот, там, я за идеей, но, значит, партнер твоего бизнеса наверняка человек денег. Вот вообще, как найти этот баланс, потому что, ну, тоже просто, понимаешь, просто работать и не зарабатывать. Найти партнера, это как найти жену, вот, это просто, чтобы ты был с ней, допустим, там, женой же, там, должна быть химия, так же, как и, допустим, с человеком, который ты доверил свои деньги, и он тебе доверил свои деньги. Тут надо уже полное какое-то такое доверие к человеку, потому что многие там проекты рушатся, потому что партнеры не понимают вообще, кто куда идет, в какие там рамки и так далее. Просто здесь уже нужно как-то понимать. И, опять же, интуиция должна быть какая-то, хотя, ну, она может быть и ошибочная, но просто как бы, когда ты делаешь проекты, понимаешь, кто за что отвечает, четко расставляешь приоритеты, расставляешь какие-то, там, допустим, финансовую нагрузку, там, отвечает человек за один влог, ты за другой. Вот, если этого понимания нету, все ждут легких денег, а их не бывает. Да, жизнь, вообще, вообще, я понимаю, что, вот, на самом деле, где ты находишься, там надо и просто кайфовать, от погоды, от снега, там, или от жары, просто получать от всего просто кайф, от того, что, какие люди тебя окружают, мне всегда попадаются хорошие люди везде, и вообще, жизнь это кайф. Вот, конечно, моя страсть это путешествие, я очень много летаю, капец, сколько. Я тут начал вести подсчет, короче, в заметках. Я 22 города в России посетил, и 16 стран, ну, в мире облетел, то есть, и, вот, то есть, почти такой человек самолета, постоянно летая, летая, летая везде. Ошибки делаешь, совершаешь, потом на этих ошибках учишься. Лучше, конечно, учиться на ошибках чужих, чем на своих. На чужих не получается, когда. На чужих не получается, да, и поэтому здесь такой вопрос, который... Ты с годами просто получаешь вообще от всего... Когда ты достигаешь каких-то определенных вещей, когда тебя начинают уважать, и надо просто всегда остаться человеком, относиться ко всем с добром. Мне кажется, что ты говоришь, как такой парень по понятиям, такой, знаешь, типа, уважение. Нет, нет, уважение к людям, просто уважение к людям, которые тебя окружают. Вот, а коллектив там, там, родители просто приучили к этому, и они... Ты из простой семьи, да? Вообще, абсолютно, абсолютно. Я там помню, я продал ваучер, чтобы купить себе джинсы, потому что, ну, нечего было носить в 90-х, и я понимаю, как зарабатываются деньги, и когда ты там купил первую машину, там была супер радость, и когда первую поварешку, ложку и так далее, когда ты уже оброс там какими-то определенными. Ну, опять же, к вещам надо легко относиться. Слушай, а у тебя вот, как у всех детей из 90-х, была жажда вот этого, вот, вещей всего? Конечно. Ну, как ты остановился? Я прям реально каждый раз покупаю где-то обувь. У меня просто столько обуви, там, как у Филиппа Киркорова, наверное, вот. Я знаю, что ты наряжаешься на кухне, ну, по крайней мере, не то, что знаю, я просто вижу, слежу за Инстаграмом. Я сейчас куплю крутой очень китель такой вообще хайповый такой. Нет, ну, правда, я просто смотрю, знаешь, бывает просто там какой-то фартук, да, там, а у тебя всегда какие-то кителечки там по фигуре, с какими-то там пуговками кожаными. Это да, есть такое, что я люблю хорошую одежду. Папижонить любишь на кухне. Да, я не люблю унылую одежду с такими колпаками там. А по поводу бороды, я заглянула и думаю, слушай, вот советские стандарты, я смотрела, насколько я знаю, нельзя было вообще, чтобы волосы были на поваре, на лице. Да, это фигня. Нет, нет, нужно было, чтобы все было убрано. Ну, у тебя же борода, она же не мешает работе. Если, допустим, мы на конкурсе, когда выиграли конкурс, я сбрил бороду перед конкурсом, чтобы не возникало никаких проблем у судей. Вот, я сразу подростком сразу становлюсь, у меня сразу 20 лет, сбриваешь, и все, мальчик там 20-летний. Сейчас просто, ну, иногда я ленивый, бриться не хочу. А на конкурсе сбрил почему? Потому что какие-то тоже стандарты? Да, там, короче, суть какая в том, что надо повязку одевать, а мне неудобно пробовать там, дышать, и лучше сбрить ее, и все. Поэтому после этого я как два года назад сбрил, она у меня выросла, и я так периодически ее просто так ухаживаю за ней. У тебя работа заключается в том, что обычно люди делают дома. Дома. У тебя вкусно вообще едят люди? 999-й вопрос, который мне задают, особенно в кулинарной студии. Первый. Ты дома готовишь? Второй. А ты жена? Два вопроса, это просто, ну, несколько тысяч вопросов этих точно было. Дома, да, я люблю иногда сготовить, но без фанатизма. Очень такого, чтобы я у плиты целый день стою, нет. То есть у тебя жена готовит? Да. А ты строгий критик? Нет, вообще нет. Как у тебя жену зовут? Марина. Марин. Ну что, пересолить. Никогда, никогда. Вообще, 12 лет брака, никогда. Как понять вкусно и невкусно? Вот есть объективное вкусно и объективное невкусно. Или все-таки это дело каждого персонального человека? Слушай, вот этот вопрос, я над ним всегда пытаюсь его, этот вопрос, найти какой-то баланс ответа. Потому что что такое, вот у меня есть любимый шеф, где мне всегда, что бы он ни сделал, там всегда вкусно. Допустим, есть люди, ну просто элементарно, там великие ребята, то есть как бы есть определенный какой-то критерий, вкусовой критерий у каждого человека есть. Что тебе нравится? Я просто знаю, что, например, есть люди, которым очень нравится азиатская. Ты не поверишь. Я, допустим, не из таких людей. Мне больше нравится вино, чем еда. Я, во-первых, начал в ней разбираться, в вине, в сортах винограда. Это такой, прошел такой период, когда я раньше пил там портвейн и там не понимал, в чем в кайф это. Он просто от тебя накрывал. За гаражами надеюсь? Да, за гаражами, сигареты, как обычно это бывало. То есть, вот. А потом я понимаю, что мне не нравится. Я, допустим, сейчас, ну, я если там чуть больше выпью, у меня начинает голова болеть. Поэтому я стараюсь выпивать столько, сколько у меня требует организм. А требует он обычно. У меня два бокала какого-нибудь красного, сухого. И вот. И это, опять же, да, я просто понимаю, я сейчас понимаю, какие сорта винограда мне нравятся. Какие просто в летний, знойный, какой-то жаркий день я могу там какое-нибудь классное вино выпить и легкую закуску, и хорошее настроение. Это культура такая. И люди, которые, допустим, там, потребляют в умеренных количествах вино, они выглядят лучше, они умнее, они энергичнее, они не унылые. Как вкусно пожарить картошку? Почему она, почему она получается или мягкая, или слишком какая-то сухая? Вообще, это как секс. Поверь мне, жарить картошку надо, во-первых, выбрать правильный режим жарки, взять правильную сковородку, вот, раскалить ее очень хорошо, порезать картошечку, разогреть, потом налить масло и колернуть ее, чтобы она такая хрустящая. Лучше чугунную взять, сковородочку, на чугунную пожарить, чтобы... Чугун очень много тепла, то есть, не вот как тефлон, он, допустим, все тепло уходит, а чугун, он, наоборот, аккумулирует себе это тепло, вот, и она такая хрустящая, классная, вот, максимально жарнул ее, потом убавил температурку и помешивая, чтобы она не пригорала, потом туда лучок, грибочки и посолил, вот так вот все, потом перчиком, чик, и... А потом еще, мне еще, знаешь, какая тема понравилась, картошка жареная со сметаной и с икрой, с щучьей, блин, как это вкусно, еще укропчиком так все посыпал, ммм, вообще... Господи, Митя, зачем ты это говоришь, у меня аж слюни вот здесь сейчас собрались, только от описания, от одного, спасибо большое, очень вкусно было.